На эмблемке, сверху есть как бы такой сосуд, и огонь исходит из него, есть меч, есть шофар, есть три вещи изображенные там, три части, и у меня как раз тоже здесь есть сосуд, как там примерно, я хочу кое-что попробовать, но я не уверен, получится ли, я хочу зажечь эту свечу и поместить ее вовнутрь сосуда. Попробуем, зажигаем, по твоим компьютерам. А чем же еще надо? Прекрасно. Прекрасно. Так, как бы там еще две вещи. У нас есть этот сосуд, и у нас есть свет. Итак, в Писании, 2 Коринфянам, 4 глава, 7 стих, говорится, Но это сокровище мы носим в глиняных сосудах. И показываем, что эта выдающаяся сила исходит не от нас, а от Бога. И это как бы и будет вот моя тема, о которой я буду говорить этим вечером. Итак, какой символизм мы находим в этом? Помните ли вы из истории Гидеона? Там говорилось, что у них должен быть сосуд в одной руке, с огнем внутри. И шофар должен быть в другой руке. И, по правде говоря, я еще не слышал шофара, пока был здесь. Есть у нас где-то тут? Было бы здорово, если бы мы смогли. Мы видим вот эти вот разные различные вещи, которые рассказываются в истории о Гидеоне. В одной руке у них вот этот сосуд с огнем, а в другой руке у них шофар. Что насчет меча? У нас ведь всего лишь две руки. Не проблема, не так ли? Бог ведь не создал нас с третьей рукой. Это было бы довольно забавно иногда. Но я верю, что у Бога как бы лучший план. Итак, меч, он был как бы в ножном здесь. Но и в руках они имели вот эти две вещи. Я хотел бы поговорить о сосуде и огне сегодня. В этом символе сосуда мы можем увидеть две вещи. Одна — это как представление настоящего человека. Такой, как Бог задумал, чтобы человек был. И вы можете обратить внимание, что состоит он из двух элементов. Первое — это то, что человек как существо, он сравнивается с сосудом. Я не знаю, представляли ли вы когда-то себя как сосуд. Думали ли вы когда-то о себе как о простом сосуде? Для меня это как бы фундаментальный и основной концепт, который касается человека в Писании. Для чего нужны сосуды? Я думаю, что все вы согласитесь со мной, что сосуды, они нужны для того, чтобы в них что-то вмещали. Это может быть множество разных вещей. Может быть вода, молоко. Может быть вино. Может быть это может быть масло. Все эти вещи, они могут храниться в сосуде. Потому что они способны, чтобы содержать что-то. Это напоминает нас, что мы, человеческие люди, хотели содержать что-то. И как бы в этом является символизм того, что мы как люди тоже созданы для того, чтобы вмещать в себя что-то. И что же мы можем вмещать в себе? Почему Бог нас создал вот так? Потому что Он хочет быть тем, кто наполняет нас. И исполнить да все в нас. И исполнить да все в нас. The vessels in your home. Сосуды это как в нашем доме? Yeah, the vessels in your own home. Есть сосуды как бы у нас дома. Pots. Это могут быть горшочки, чашечки. Bows. Или там какие-нибудь кастрюли, мысочки. И все они как бы имеют предназначение, чтобы в них что-то хранилось. И если в них ничего не находится, они, конечно же, пустые. Являемся ли мы пустыми сосудами? Или же мы сосуды, которые хранят в себе что-то? Мы созданы, чтобы быть этими сосудами и созданы, чтобы вмещать в себя что-то. И если истинная, настоящая вещь, которая должна быть в этих сосудах, если в нашей жизни мы не будем вмещать в себя ничего как сосуд, то тогда наши жизни будут абсолютно пустыми и бессмысленными. Это первая часть. Вторая часть. Что человек, как существо, это не только лишь сосуд, но говорится, что мы глиняный сосуд. Сделанный как бы из глины, из земли. Итак, мы вернемся назад к бытию. Что там говорится о том, что Бог, Он сформировал все из глины. Он сформировал человека из глины, из земли. И вот поэтому Его как бы и называли Адамом. Значение, что Он был взят из земли. Мы сделаны из довольно распространенного, обычного материала. Мы не сделаны из серебра, золота, платины. Ну, как бы ни из каких драгоценных таких материалов. Но мы сделаны из материала, который сам по себе не имеет какой-то огромной ценности. Он как бы не имеет такого... Он как бы не призван делать то, что Он не должен делать. Это просто сосуд. Ничего такого особенного. И все же это то, из чего Бог сделал нас. Слово Божье берет очень смиренный и реалистичный подход к человечеству. И говорит, провозглашает то, что мы всего-навсего незначительные кусочки глины. Возможно, это не то, что нам, конечно, хотелось бы услышать. Возможно, мы как бы оцениваем себя, ну, куда поболее. Но с точки зрения Писания... Это то, как Писание смотрит на нас. Но почему? Итак, позвольте мне продолжить, и, возможно, что-то и откроется. Конечно, в нашем мире есть множество разновидностей и видов этой глины. Некоторые из них очень качественные, классные. И люди делают из этого фарфор очень красивый. И когда мы смотрим на них, мы думаем, вау, это действительно красиво, классно. Но внутри, как бы, то есть, суть того, что он очень красивый внешне, красиво разрисован внешне, но внутри это все еще та же самая глина. Этот тип сосудов называется порцелень в английском. Фарфор? Ну, то есть, это все тоже, да, фарфор. О, порцеляна. Она очень легко разбивается и очень легко дает трещины. У него, оно, как бы, из очень приятного материала. Но все же это ничего более, чем просто глина. Другие из нас, это что-то наподобие высушенного на солнце грязи. Оно очень легко, как бы, крошится, очень легко ломается. Если вы когда-то видели вот из подобного материала, глиняные дома вот такие, они не совсем устойчивы. Мне кажется, это очень классная иллюстрация того, какова наша жизнь есть. Сосуды нужны для того, чтобы содержать себе что-то. Но сами по себе они имеют низкую ценность. Это, как бы, отправляет нас к посланию Павла, когда он предупреждал галатов, чтобы они не думали о себе больше, чем они есть на самом деле. В Галатах 6, вверх 3, он говорит, «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Это, как бы, изображение человека в Библии. Но также Писание говорит, что мы невероятно ценны для Бога. В Исайя 43, стихи 3 и 4, «Ведь я, Господь, твой Бог, Святой Израилев, твой Спаситель, выкуп за тебя я отдаю Египет, Куш и Севу вместо тебя, так как ты драгоценен и славен в моих глазах, потому что я люблю тебя. Я дам сын? Я дам другие народы вместо тебя». Давайте обратим внимание на то, как картина собирается в единое целое. В жизнях верующих, как говорят апостолы, в стихах, которые мы прочитали выше, мы имеем сокровище в этих глиняных сосудах. И как верующие, и он описывает это как трансцендная сила. Я объясню, что это означает, немножечко попозже. И это благодать жизни верующих. То, каким Бог задумал человека. Сосуд, он не имеет большой ценности сам по себе, но он вмещает в себе неоценимое огромное сокровище. Сокровище превыше любой цены. Оно говорит о реальности чего-то, чего-то уникального, подлинного. Это в действительности сокровище, сокровище настолько ценное, что мир отдал бы все, что может, лишь бы заполучить это. Это сокровище, потому что в нем есть сила. Трансцендная сила. Вы знаете, что такое трансцендная сила? Что-то превыше обычного. Что-то превыше обычного понимания силы. Когда мы думаем о том, что такое сила, вот сила взрыва, оно разрывает вещи на части. Оно уничтожает. Оно разрушает вещи. Но тот тип силы, о которой говорю я, это тот тип, который объединяет. Он гармонизирует, собирает вместе. Объединяет. разрушает всякие барьеры и стены между нами. Другими словами, это та сила, которая способна изменить жизнь. Или даже целое общество изнутри. Изменения приходят изнутри, а не снаружи. Можете ли вы назвать какую-то другую силу? Приходит ли вам что-то на ум? Писание, Евангелие не имеет никаких конкурентов. Нету других философий. Никаких других подходов к жизни, которые хотя бы близко могло сравниться с силой Евангелия. Оно абсолютно уникальное. острою эту конкурс, микрофон discovered а Урок они один rina перекривhan или обучение она надо отработать. Как я уже говорил, это превыше обычного. Это та сила, которая изменяет изнутри. Несколько лет назад мы с женой были в церкви, которая приобрела здание. Очень большое здание. И у нас было собрание внизу. И сверху было очень много комнат. У нас с женой там как бы была наша комната. А другие комнаты использовали для того, чтобы люди могли приходить и остаться там на ночь или даже на большее время. Это были люди, у которых были сложные обстоятельства в жизни. Некоторые из этих людей, они были выгнаны из их дома, потому что они стали верующими. Другие люди также имели какие-то проблемы в отношениях или какие-либо другие проблемы. Были женщины, у которых мужья издевались над ними, и они ушли оттуда. Даже были некоторые люди, которые только освободились из тюрьмы. Но мы все равно стали одной большой семьей. И, конечно, когда происходит такая ситуация, обязательно в доме должны быть такой свод правил. Но мы как бы обнаружили, что на самом-то деле правила не сильно-то и работали. Потому что люди приходили снаружи. Но, как мы проводили время вместе, молились вместе, их жизни начали изменяться. И их отношения, их поведение. И тогда эти правила, они начали исходить изнутри, но не снаружи. Сила Слова, сила перемен, она пришла изнутри, а не снаружи. Как я уже говорил, это абсолютно уникальная вещь. Слово Божье. Его Дух Святой, работающий в нас. И эта сила способна изменять нас. Секрет этого, как вы наверняка уже догадались, это Мессия, живущий в нас. Павел написал это Колоссянам. Чем было служение Мессии? Okay? В Колоссянам 1, стихи 26 и 27. Ту тайну, что оставалось сокрыто долгие века от многих поколений. А ныне явлено народу Его. Бог chose to make known to them His glorious mystery regarding the Gentiles in this case. Которому Бог пожелал показать, какое богатство и слава дарованы всем народам в этой тайне. But it concerns all of us. This secret, it concerns all of us. I didn't finish the... А! И я дочитаю вместо исписания. Дарованы всем народам в этой тайне, и эта тайна, это Христос в вас, Он залог вашей славы. Секрет к этому, это Мессия, живущий в нас. И это также сокровище. И это надежда. Мы имеем это сокровище в наших клиняных сосудах. Это то, как Бог задумал это. Бог вложил это в несовершенных, ошибающихся, слабых, грешных мужей и женщин. Чтобы все могли увидеть, что сила, она не исходит от нас. Это не результат сильной личности. Сильной личности. Или природы экстраверта. Или хорошо отточенного ума. Это то, что приходит от присутствия Бога в нашем сердце. И это одна из причин, почему Богу так приятно призывать таких людей, как мы. Глупых. Слабых. Несовершенных. Даже в каком-то роде неудачников. И проявлять Его жизнь и Его славу через нас. В следующих двух стихах мы видим как бы пример того, как жить по вере. Второе Коринфянам, 4 глава, стихи 8 и 9. Павел говорит здесь о себе. О том, что произошло. Нас стеснят со всех сторон. Но мы не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах. Но не в отчаянии. Нас преследуют. Но мы не покинуты. Мы сильно побиты. Но не убиты. Это то, что мы называем жизнь. Не так ли? Как много раз вы чувствовали себя подобным? Преследование невероятно сильное. Иногда просто стискивает. Иногда это даже преследование. Иногда мы можем даже чувствовать, как будто бы мы упали последний раз, и у нас нет сил, чтобы подняться. Это те виды давления, которые ощущает каждый человек. И они не убираются только потому, что мы стали верующими. Мы все равно будем сталкиваться с этими ситуациями. И это давление, оно всегда будет. Давайте взглянем поближе на некоторые категории. Неприятности. Это нормальные испытания, с которыми сталкивается каждый из нас. Неважно, верующие вы или нет. Ваша стиральная машина сломалась в понедельник утром. Ваша свекровь приехала, когда вы даже не ждали ее. Болезнь как бы поразила вашу семью. Вам разбили сердце. Это все удары жизни. И я думаю, что каждый из нас время от времени переживал что-то из этого. Я бы даже сказал, что иногда это обыденная часть нашей жизни. Но вопрос в том, как мы реагируем на эти обстоятельства. Следующий пункт — это недоумение. Это как бы то, что происходит, когда у нас идут вызовы, и нам нужно сделать выбор. Каждый день нам нужно делать какой-то выбор. Что мы будем делать в той или иной ситуации? Иногда у нас есть разные возможности, и мы не знаем, что нам нужно выбрать. Мы как будто бы потеряны в растерянности. Мы не видим конец туннеля. Там кажется все таким темным. И мы не можем быть уверенным в том, как эта ситуация закончится, что будет в конце. Я испытывал это также и в своей жизни. И я уверен, что вы также сталкивались с этим. Иногда мы поглощены страхом, паникой, переживаниями, неоднозначностью выборов ситуации. Все это можно объединить в одно слово. Недоумение. Преследования. Это все те непонимания, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. Астракизм, что как бы означает изгнание. Быть непринятым. Холодные отношения. Люди не хотят общаться, не хотят знать нас. Но также есть действия, поступки, и отношения, которые направлены против нас. Люди обговаривают нас. И говорят вещи, которые не являются правилами. Они как бы атакуют наш характер. Нашу репутацию. Они хотят причинить нам какой-то вред. Те, кто выступают против нас. Нечестные отношения от членов общества друг против друга. Это точно так же часть жизни верующих. И точно так же часть жизни неверующих. И последняя категория это катастрофы. Ошеломляющие, сокрушительные удары, которые врываются абсолютно неожиданно в нашу жизнь. Несчастные случаи. Смертельные болезни. Война. Землетрясение. Голод. Бунт. Безумие. Это те вещи, которые потратят семьи или людей по отдельности. И мы становимся напуганными и мы не понимаем, что нам делать. И все эти вещи это тоже нормальная часть жизни верующих. Нет изменений в проблемах или в давлении. Но, как я уже говорил ранее, все сводится к тому, как мы собираемся реагировать на это. Как Павел реагировал? Он говорил, что нас стеснятся всех сторон. Но мы не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах. Но мы не в отчаянии. Нас преследуют. Но мы не покинуты. Мы можем сталкиваться с этими катастрофами в нашей жизни. Но мы не уничтожены. Почему? В чем же этот секрет? В чем сокровище? В чем сила? Это сила Бога. В каждой из этих ситуаций. Это трансцендная, наивысшая сила. Сверхъестественная сила. Которая приходит, когда нам нужна помощь. Это отличается от всего того, с чем мы сталкивались ранее. Оно отталкивает те вещи, которые давят на нас, чтобы уничтожить нас. Это то давление, которое приходит снаружи. И по этой причине мы еще не уничтожены. Потому что мы имеем это сокровище в наших клиняных сосудах. Это то, что Павел описывает. Жизнь верующего. Какой она должна быть. Какой Бог задумал, чтобы она была. Нам никто не говорил, что когда мы поверим, то из нашей жизни уйдут все проблемы, все давления и неприятности. Но Он даст нам силу, чтобы справиться с этим в нашей повседневной жизни. Вот о чем это. Он хочет дать нам эту возможность и эту силу. через ту силу, которая находится внутри нас, мы сможем справиться со всем, чем атакует нас мир. Тот, кто в нас, больше, чем тот, кто в мире. Это то, что мы должны помнить. Да, Бог может нас защитить от различных обстоятельств и ситуаций. Но Бог также хочет, чтобы мы понимали, что мы имеем силу преодолеть это и иметь победу. Скорее всего, каждый из нас, кто знает Иешуа Мессию, сталкивается с этим время от времени. Мы знаем, что это может быть истиной. Мы знаем, как Дух Мессии может подкрепить нас. То, во что, чему мы можем доверять, чем мы можем покоиться. Во времена боли и страданий. Во времена, когда все вокруг нас становится действительно сложным. Большие вещи в нашей жизни. Это как бы эти сокрушительные обстоятельства. Но то, на чем Павел хочет сделать акцент, это то, что это будет постоянный продолжающийся процесс. Мы будем испытывать эту силу, работая в нас, чтобы преодолеть все эти ситуации, что мы будем испытывать эту силу, пока будем проходить через наши обстоятельства. То, что Павел говорит, что мы будем сталкиваться с давлением, с этой внутренней силой, не только в каких-то глобальных больших вещах, но также и в меньших. Наши дома должны быть другими. Потому что дом — это как наивысший тест нашей духовной жизни. Когда мы находимся в обществе, мы очень часто можем надеть маску. Но это невероятно сложно сделать в повседневной жизни в семье, когда постоянно за тобой наблюдают со стороны. Особенно то, как ты живешь дома. Они ожидают увидеть, что мы другие. Я думаю, это то, о чем я пытаюсь донести сегодня. Мы должны отличаться от мира. Мы должны не сдаваться давлению, которое приходит к нам извне. Мы можем быть сильными, потому что Он живет в нас. Он — та сила изнутри. Так что же делает вот эту разницу? В чем секрет? Как мы можем трансформировать нашу жизнь в этот повседневный продолжающийся образ? Чтобы мы постоянно имели возможность побеждать те трудности, с которыми мы сталкиваемся. Наша жизнь должна быть преображена. И это также как бы вам дано. моя жизнь также нуждается в преображении. Я помню, был один очень популярный евангельский певец. Не могу вспомнить, как его точно звали. Но, к сожалению, он был вовлечен в принятие наркотиков и подобных как бы некорошее ощущение. Но, когда он стал верующим, его жизнь абсолютно полностью изменилась. благодаря той силе, которая жила в нем, когда Дух Святой пришел. Один раз как бы было интервью на телевидении. Я не знаю, давали ли вы когда-то интервью, но вот эти люди, которые берут вас в интервью, они иногда могут быть довольно грубыми с вами. Они пытаются вас подловить. Они пытаются как бы вытащить что-то из вас. И они задают иногда очень странные каверзные вопросы. И он как бы задал вопрос, а не думали вы, что вам промыли мозги всем вот этим христианством? И он как бы задумался на некоторое время. И он говорит, знаете, да. Мой мозг был настолько захламлен, что ему нужна была качественная хорошая чистка. Я думаю, это действительно классный ответ. Нам нужно, чтобы Бог очистил нас, чтобы мы могли продолжить двигаться дальше в нашем хождении с Ним. Но также мы можем кое-что еще увидеть здесь, 2 Коринфянам, 4 глава, 10-11 стих. И вот то, что здесь говорится. В нашем теле мы всегда носим смерть Иисуса, чтобы в нас была явлена Его жизнь. Мы живые все время предаемся смерти за Иисуса. чтобы и жизнь Иисуса была въявлена в наших смертных телах. Я хочу, чтобы мы обратили здесь на кое-что внимание. Когда мы будем на небесах с Господом, то наше тело, ну, мы поменяем наше тело на бессмертное, нетленное тело. Оно будет абсолютно другим. И там мы не будем иметь те проблемы, которые мы имеем на земле. Возможно, даже никаких проблем. Потому что мы будем абсолютно полностью изменены. Нам будет дано новое тело. Новый разум. Я просто не вижу вас и как бы хочу удостовериться, что вы не спите. Окей? Но здесь говорится о том, что будет изменено наше смертное тело. Это имеется в виду прямо здесь и прямо сейчас. Господь проводит свою работу через нас и в нас. Вот это сила, которую нужно иметь. Есть как бы два фактора, которые выплывают отсюда. Первое это внутреннее отношение. с которым мы должны согласиться. И второе это внешняя деятельность, к которой мы подвергаемся. Но результат один и тот же. Каждый из этих стихов он заканчивается одними и теми же словами. чтобы жизнь Ешуа могла открыться и в нашем смертном теле. Или чтобы жизнь Ешуа также могла проявиться в наших смертных телах. Это будет сделано когда придет нужное время. Он сделает это здесь и сейчас. И я думаю, это то, что Бог хочет сегодня нам сказать. что мы можем жить жизнь абсолютно другую. Что мы можем показать, что это не о нас, а о Нем, который живет в нас. Павел говорит, что это смерть Ешуа. Умирающий Ешуа, крест Ешуа, ключ к переживанию жизни Ешуа в его смерти. Ключ к познанию богатства этого сокровища спрятан внутри это проживать жизнь Господа Ешуа сейчас. Мы должны принять то, что мы мертвы с Ним. Так говорит Писание. Мы умерли с Ним на кресте и мы и мы будем возрождены в его воскресении. Мы должны принять эти вещи. У креста Ешуа было только одно предназначение. Это было принести к концу злу человека. Наверное, это будет немножко поразительно сказать о Ешуа, потому что мы не думаем о Нем как о злом человеке. Но помните, что Писание говорит в этом самом послании, что на Него был возложен грех человека. Он взял все это зло и оно было уничтожено. Потому что Он отдал Себя за нас. Он стал тем, кем являемся мы. Нам иногда не совсем нравится думать в таком ключе, но это правда. Он взял каждый наш неправильный поступок и Он понес это на Себе. Когда Он стал тем, кем были мы, Бог не мог сделать ничего другого, кроме как умертвить Его. Он как бы довел Его до конца. это то, что Бог намеревается сделать с тем, кто мы есть, если мы не возложим нашу зависимость на Иешуа, как нашего Машиеха, Спасителя. Мессия взял это все и закончил на кресте. Это то, что Он сделал. Возможно, мы не пережили это еще, но это все остается истиной. Бог положил конец всего. На кресте Он пригвозил вот это гордое эго это то, что внутри нас, что когда мы делаем что-то хорошее, мы хотим, знаете, как трубиться всех краев земли, чтобы абсолютно каждый слышал, что мы сделали. ли? Мы хотим, каждый знал об этом. Я сейчас попробую, могу ли еще. что-то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы должны осознать, что мы являемся этим глиняным сосудом. И этот глиняный сосуд... Я спросил разрешения, поэтому... О, нет, потухла свечка. Но идея в этом, что свеча должна была продолжать гореть. И свет, он должен был вырваться наружу. Это то, что Бог хочет. О, нет. О, нет. О, нет. И ты не любишь? Без усилия себя. Упс. О, нет. 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 Но не все пошло совсем так, как я хотел, чтобы это пошло. но иногда происходят обстоятельства в нашей жизни и слава Божья должна воссиять чтобы люди видели да, это не я это не обо мне, это о Нем это о Его силе внутри меня и это должно быть высвобождено крест умершвляет вот это гордое эго и позволяет свету Божьему сиять через нас когда у нас есть вот эта возможность похвастаться это позволяет нам помнить что Он нам дали нам эту мощь мы должны помнить о том что Он дает нам эту возможность и эту силу что это через Его смерть я жив и секрет переживания жизни Яшуа в отношении которая приглашает в свою жизнь крест и с удовольствием соглашается да я ничто а Он все когда мы делаем это жизнь Яшуа воссияет изнутри наружу и люди увидят это люди поймут я думаю, что апостолы также размышляли здесь о истории Гидеона и его отряд из трехста воинов которые окружили лагерь медианитян и так то, что внутри сосуда должно быть высвобождено оно должно быть либо вылито либо же сосуд должен быть разбит возможно, нам не совсем нравится это идея но те солдаты должны были сделать это Гидеон, он как бы закричал вот этот воинственный клич и он сказал разбивайте сосуды и тогда свет засиял как бы протрубили в шофар и когда они сделали это то, что возможно было то, что возможно казалось глупым вся вражеская армия была повергнута в бегство убивая друг друга на пути делаем ли мы те же вещи позволяем ли мы этому свету сиять и тогда враг будет бежать от нас приблизитесь к Богу и Он приблизится к вам вы ощутите Его силу в своей жизни и это будет высвобождено в этот мир потоке живой воды о которых говорил Иешуа потекут из нас суть не в том чтобы хранить это внутри только для себя чтобы любоваться суть в том что мы должны позволить этому вырваться чтобы показать миру Иоанна 7 37-38 последний же великий день в последний день праздника стоял Иисус и возгласил кто жаждет иди ко мне и пей кто верует в меня у того как сказано в Писании из чрева потекут реки воды живой в каком-то смысле нам нужно быть немного разбитыми или как бы сломленными потому что это тот момент когда то что внутри может быть высвобождено наружу Павел говорит в стихе 11 2 Коринфянам ибо пока мы живем мы всегда предаемся смерти то есть все о нашем отношении как мы принимаем это позволяем ли мы Ему использовать нас в это время нам иногда кажется как будто бы мы приговорены к смерти 2 Коринфянам 1 глава 8-9 стих апостолы говорят о том что происходит в нашей жизни братья я хочу чтобы вы знали о том что мы пережили в провинции Азия как бы мы были выпавшие там на нашу долю страдания настолько превосходили наши силы что мы потеряли надежду остаться в живых казалось что мы уже получили этот смертный приговор но так было до того чтобы мы научились полагаться на себя а не на Бога который воскрешает мертвых вот в этом ключ не надеяться на себя и вот поэтому иногда мы будем сталкиваться с этими давлениями проблемами в нашей жизни что нам делать я помню времена когда было действительно очень тяжело это был очень тяжелый опыт в моей жизни и я пошел прогуляться и сказал Господь забери меня я не хочу жить больше это слишком сложно но он ответил просто позволь мне позаботиться об этом я как бы старался справиться с этим сам старался сам решить все эти проблемы но все что мне нужно было это сдаться и сказать Господь сделай ты эти проблемы они иногда будут приходить и нам нужно будет вернуться к Нему и сказать да Господь я не способен у меня нет такой силы у меня нет мудрости для этого но у тебя есть пусть твой свет воссияет через меня Господь и это будет тот момент когда Он проявит Себя в нас чтобы тот свет который сокрыт внутри то сокровище которое сокрыто внутри могло вырваться и все кто нас окружают они увидят это и они будут благословлены и они будут укреплены и воздадут большую славу Богу и это то что будет работать в нас чтобы приносить жизнь другим Отец мы благодарим Тебя что Ты хочешь жить внутри нас Ты хочешь сиять через нас Господь мы являемся этими сосудами но мы знаем что что-то невероятно важное внутри нас и это Ты Твоя жизнь и мы хотим посвятить себя Тебе снова и сказать Отец живи через нас пусть Твой Сын будет виден в нашей жизни чтобы Твоя сила была видена в нас Твое имя было прославлено Твоё имя было возвышено Твоё имя было на наших устах в наших сердцах в наших мыслях и мы были изменены в Твоё подобие и мы были способны чтобы делать те вещи которым Ты называешь Несмотря на то что нам не нужно делать это не в своей силе но в Твоей силе в Твоей власти которая может работать через нас будь этим светом внутри меня будь этим светом внутри каждого из нас и давайте пославим Его в Твоей силе дали Продолжение следует...